...побеждал, что процедура устранит из душевной болезни пациента эмоциональную составляющую. Первые операции проводились с помощью настоящего ножа для колки льда. Дорогие друзья, 1945 год Советский Союз побеждает Гитлера. Фриман ножом для колки льда пробивает людям глазницы, чтобы фаршировать мозг. Впоследствии Фриман разработал для этой цели специальные инструменты. Лейкотом, он назвал его, и затем орбитокласт. Ну, то есть название придумал. Фактически вся операция проводилась вслепую, и в результате хирург разрушал не только пораженные, по его мнению, участки мозга, но и значительную часть близлежащей мозговой ткани. Ну, как бы плюс-минус попал, видишь, спокойный сидит. В начале 50-х годов США проводилось около 5000 лоботомий в год. В год! В промежутке с 36-го до конца 50-х годов лоботомию прошли 40-50 тысяч американцев. Показания были не только шизофрения, но и тяжелый невроз навязчивых состояний. Операция проводилась, главным образом, в нестерильных условиях. Часто лоботомию выполняли врачи, не имевшие хирургической подготовки, в чем и заключалось одно из злоупотреблений этим психохирургическим вмешательством. Не имея образования хирурга, Фримен, у него не было образования хирурга, тем не менее совершил 3500 таких операций. Путешествие по стране в собственном фургоне, который был назван лоботомобиль. То есть на фургончике Фримен, я серьезно говорю, приехал к Кеннеди, на нем на фургоне было написано там условно лоботомобиль, он вышел, достал топорик для колки льда, и сквозь глаз и глазницу, ну не сквозь глаз, а сквозь глазницу, да, вот эту кость, пробил эту кость и распотрошил мозги сестры Джона Кеннеди. Превратив ее, здесь я вам говорю, ну тут как профессионально пишут вегетативные жизни, что-то такое как-то, ну в общем, по-русски овощи. Потому что у папы Джона Кеннеди были подозрения, что это может быть плохо для дальнейшей карьеры его сыновей. 23 года девке. Приезжает чувачок на фургончике в лоботомобиль и пробивает ей мозги, превращая в кашу лобные доли. Без медицинского образования. Таким образом он, внимание, убил 3,5 тысячи человек. Вы мне скажете, что он не убил 3,5 тысячи человек, а я вам говорю, он убил 3,5 тысячи человек. Вы скажете, ну они же оставались живы. Не все, надо сказать. Там был процент, 6% вообще сразу умирали. Вот. Вот. По свободным оценкам, так скажем. Но он их убил. Этих людей. Все. Зато, смотрите как, оказывается, у Розмари Кеннеди не было вспышек гнева больше. Потому что у нее никаких вспышек не было. Потому что ее жизнь, это была жизнь растения уже. Нет лобных долей, нет. Все. Ку-ку. Ну как? А, и я забыл сказать совсем самое главное. Окарательная психиатрия была в Советском Союзе. Все с этим. Вот я вам хотел сказать. Я забыл совсем сказать самое главное. А карательная психиатрия была в Советском Союзе. Вот. В Соединенных Штатах Америки все было классно. Чтобы вы понимали, как бы лоботомию запретили в 50-х годах. Да? В 50-м году вроде как. Вроде как. Запретили. Но видимо не везде. Это еще Сталин живой. Сталин живой. Мы победили. Мы победили. Мы победили Гитлера. Понимаете, да? Советский Союз. У них, ну на всякий случай, расовая сегрегация. Чувак ездит на фургончике, лоботомобиль, пробивает мозги людям. Все хорошо. Карательной психиатрии нет. Демократия цветет. Все замечательно. Вот. Ну и да. И еще недавно они скинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки. На всякий случай. Да? Значит, 45-й год. Человек без медицинского образования изобретает колку мозга молоточком для колки льда. Вот. За 4 года до этого превращают таким образом в овощи сестру Джона Кеннеди. Вот. 45-й год уже на дворе. Вот. Сбрасываются бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Хиросиму и Нагасаки. Ну так вот. Просто немножко начинаешь рисовать вот картину, что происходит вообще в мире. Вот. А потом думаешь, а сильно ли надо переживать по поводу Джона Кеннеди и его судьбы? Как он там хотел изменить мир и так далее. Он же знал, как поступили с его сестрой. Джон Кеннеди знал, как поступили с его сестрой. Смотрите, какая история. Джон Кеннеди. Она же, так сказать. Найду вам, а после новостей расскажу. Внимание, внимание, говорит Москва. В Москве 9 часов. В студии с новостями. Александр Лощев, здравствуйте. Достанк. Продолжение следует...